Друзья, добрый вечер. Решил ответить на ваши самые частые вопросы, которые вы мне задаете в социальных сетях. Первый вопрос сегодня от Ирины. Антон Юрьевич, добрый вечер. Подскажите, обязатель ли переход на карту МИР в Сбербанке? У меня бабушка на карточку деньги получает. Ну, Ирина, действительно, у нас с 1 октября пенсии, выплаты пенсионного фонда будут приходить только на платежную систему МИР. Но это не значит, что нужно их обязательно оформлять в Сбербанке. МИР – это платежная система, которую можно оформить в принципе в любом банке Российской Федерации, которая такую услугу предоставляет. Кстати, если бабушка получает деньги на сберкнижку или на почте, то, соответственно, карту вообще оформлять не требуется. Следующий вопрос от Максима. Антон, добрый день. У меня бабушка работает, но сейчас опасно, я не хочу, чтобы она трудилась. Что можно сделать? Максим, ну, здесь можно поступить следующим образом. Она может уйти на больничный. У нас, так сказать, эти льготы продлены для работающих пенсионеров до конца снятия ограничительных мер. В Вологодской области это до 5 октября. Вопрос задает Людмила. У меня в муниципальной квартире нужен ремонт. Кто должен его делать по закону? Людмила, у нас сейчас ремонт внутри квартиры. Должен делать самим арендатором. Собственник, то есть администрация в нашем случае, отвечает лишь за капитальный ремонт. Соответственно, и они платят за капремонт бюджет. Вот такой порядок. Вопрос от Сергея. Нам включили отопление в середине сентября. Платить нужно будет за полный месяц или как? Вот очень хороший вопрос Сергей. Очень многие об этом спрашивают. Сергей, если у вас не установлен счетчик на отопление, то платить нужно будет фиксированную стоимость, то есть за полный месяц. Если же есть прибор учета, то платить нужно будет ровно столько, сколько там будет указано по счетчику. Вопрос от Ксении. Нет прописки в Вологде. Отказали от постановки на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Сказали, идите в суд. Что нужно сделать? Ксения, скорее всего, вам сказали об установлении факта юридического проживания. Чтобы встать на очередь на жилье в Вологде, действительно нужна либо регистрация, либо факт проживания. Он как раз устанавливается через суд. Если нужна будет помощьческим заявлением, пишите мне. У нас это уже стоит на потоке. Очень многие обращались, мы им помогли. Мы с нашими юристами все оформим. Вопрос от Светланы. Могу ли подать на перерасчет алиментов? Бывший супруг уже давно сменил работу, стал больше получать зарплату. Алименты не изменились. Ислан, конечно, можете. Для этого вам нужно написать исковое заявление с требованием увеличить размер алиментов. Но результат будет зависеть от решения суда, как они уже сами решат. Спрашивает Марина. Долго еще карантин будет? Как думаете? Марин, пока сказать сложно. Сейчас ждем 5 октября. Там правительство будет принимать решение, уже глядя на показатели. Пока что, к сожалению, динамика заболеваний коронавируса у нас в области немаленькая. Поэтому я думаю, что карантин, скорее всего, продлят. Но в любом случае, давайте дождемся официальных данных. Вопрос от Олеси. Как лишить отца ребенка родительских прав? Олесь, лишение родительских прав одного из родителей происходит только через суд. Вам нужно написать заявление, указав причины, по которым отец ребенку должен быть лишен родительских прав. То есть недобросовестное исполнение родительских обязанностей. И уже обращаться с таким заявлением туда. Следующий вопрос от Михаила. Антон Юрьевич, здравствуйте. Подскажите, если у нас электронная трудовая книжка, старую можно выбросить? Михаил, добрый вечер. Нет, я бы не посоветовал выбрасывать трудовую книжку бумажную. Ни в коем случае. Ее нужно хранить, потому что там записана вся информация о вашей работе за предыдущие годы. А в новой трудовой книжке будут сведения уже только начиная с 2020 года. Вопрос от Елены. Антон Юрьевич, добрый день. Я зарегистрирован в другой области, а отец ребенка и сам малыш здесь, в Вологде. Мне отказали выплате от 3 до 7 лет. Это законно? Елена, то, что отказали выплате вам законно, так у вас нет регистрации на территории Вологодской области. Но выход есть. Если муж также может подать заявление через госслоги, то ему эту выплату сделают. И он сможет ее получить, так как и он, и ваш ребенок в Вологде прописаны. И последний вопрос на сегодня от Александра. Уважаемый Антон Юрьевич, мы с женой ждем двойняшек. Скажите, пожалуйста, нам выдадут двойной материнский капитал или нет? Александр, добрый вечер. Нет, если рождаются двойняшки, то сумма материнского капитала сохраняется такая же – 616 тысяч рублей. Двойного капитала, к сожалению, не предусмотрено, даже если в семье рождается двойня. Друзья, вот такие ваши вопросы и такие мои ответы. Если у вас есть что еще у меня спросить, пишите, я постараюсь в ближайшие дни на них тоже ответить. Всего вам доброго, хорошего вечера. Продолжение следует...